Солидная дама прошла в самолете на свое место и с недоверием взглянула на старушку, сидящую у окна. Возмущению женщины не было предела, и она будто рыба задыхалась, вдыхая воздух. «Вам плохо?» – поинтересовалась бабушка. Жанна ничего не ответила ей, она обратилась к бортпроводнице. «Почему этот человек сидит на моем месте?» Бортпроводница извинилась и вежливо предложила старушке пересесть на свое место. После того, как Анна Ивановна пересела, Жанна победоносно прошла на свое место. «Какая разница, где сидеть?» – возмущалась бабушка, пристегивая ремни. «Хм, что делать здесь эта старуха? Почему у нее никто не проверил билет?» – думала Жанна, с горечью осматривая соседку. Бортпроводники ходили по салону самолета, проверяя багаж и ремни. Жанна подняла руку, пытаясь привлечь к себе внимание. Однако именно в этот момент Сюартеса отвернулась к другому пассажиру. Жанна попробовала не обращать внимания, но возмущение буквально вырывалось из ее груди. Дама не могла понять, что здесь делает эта старуха. Сидела бы на пенсии дома, а не летала по гостям. И вообще, почему об этой бабусе должно думать государство, а не ее дети? Ведь именно такую идею продвигала чиновница на своей службе. Самолет начал приближаться к взлетной полосе. Лететь домой нужно было три часа. Неужели все это время Жанне придется терпеть эту старую бабку? Тут чиновница снова подняла руку. «Что у вас случилось?» «В данный момент покидать места нельзя», – произнесла Стюардесса. «Можно от меня убрать этого человека?» – попросила Жанна, указывая на соседку. «Она вам доставляет проблемы?» – поинтересовалась Стюардесса. «Само собой, это же бизнес-класс», – невозмутимо говорила Жанна. Бортпроводница сказала, что бабушка имеет на руках билет, так что лететь рядом с ней она может на всех правах. Недовольная женщина не унималась, сетую, что старушке здесь не место. Подошел Стюард. Он пытался успокоить Жанну, однако та разозлилась еще больше. «Вы понимаете, я задыхаюсь от ее вони. Пересадите ее». Бортпроводники переглянулись. Одна девушка пыталась даже принюхаться. «Ничем неприятным не пахнет», – пожимая плечами, молвила она. «Может, вы просто страдаете аллергией?» – спросила бортпроводница. «Нет. Я же говорю, от нее воняет», – продолжала чиновница. «Я не могу сидеть в подобном обществе». Пассажиры начали оглядываться, принюхиваясь к бабушке, однако ничего не почувствовали. Пожилая женщина хорошо выглядела до своего возраста. Она была опрятно одета и совершенно ничем не пахла, даже приторной парфюмерией. Но Жанна утверждала обратное, требуя убрать вонючую бабушку. Чиновница была уверена, ее просто принимают здесь за дуру. «Слышишь, вот это должно находиться в самом хвосте самолета», – грозно сказала Жанна, поглядев брезгливо на старушку. Стюартеса, не переставая улыбаться, проговорила. «Женщина, но на самолете больше нет свободных мест». Тогда чиновница начала угрожать стюартесе, обещая ее уволить в ближайшее время. Ну и летали на служебном самолете тогда, послышался сзади мужской голос. «Вы еще мне тут указывать будете?» – возмущалась женщина, обещая стюартесе, что непременно посодействует ее увольнению. Самолет еще не успел взлететь. Вдруг он остановился. Пассажиры волновались из-за созданной чиновницей паники. Вскоре из кабина вышел пилот. Стюартеса надеялась, что он сможет уладить обстановку. «Дамочка, прошу покинуть наш самолет», – спокойно произнес он Жанне, которая обалдела от его слов. Пассажиры захихикали. Старушка продолжала ждать молча, когда все прекратится. «Да вы хоть в курсе происходящего?» – с надеждой спрашивала пилота-чиновница. «Я в курсе». С этими словами он взял за руку Жанну и повел ее к выходу. «Мы, видимо, не так поняли друг друга», – растерянно кричала она. «Я делаю это для вас. Думаю, на другом борту для вас, милочка, подберут самых лучших соседей», – говорил пилот. Чиновница раскрыла от удивления рот. Пассажиры аплодировали. Жанна не унималась. «Мне нужно лететь. Меня ждет важная встреча». «Хорошо, я согласен лететь в такой обстановке. Оставьте меня здесь». Никто из экипажа не согласился оставить на борту конфликтную фурию. На выходе ее ждали правоохранительные органы. Женщина устроила большой скандал в аэропорту. Однако это ничего не принесло. Ей объяснили правила полета. Жанне пришлось ждать другой самолет и молча лететь, не провоцируя скандал. Она не собиралась никуда звонить, чтобы уволить стюардессу. Она лишь просто хотела припугнуть девушку, надеясь, что та все же выгонит ту вонючую бабку. На следующий день Жанне позвонила начальнице, требуя объяснений за поведение в самолете. «Но я нормально себя вела», – возмутилась женщина. «Посмотрите тогда видео, сейчас ссылку скину», – сказала начальница. Жанна была потрясена, увидев записи, где она требует прогнать бабушку в самолете. Она не могла ничего сказать в свое оправдание. До нее дошло, что бабушка молча записала все на свой телефон и выложила в интернет. Отдых Жанны был испорчен. К тому же на работе шли разбирательства этого случая. В результате чиновницу уволили из госслужбы, которой она всех так пугала. А у бабушки родился третий внучок. В тот день она возвращалась домой от родных. Анна Ивановна работала фотографом при Советском Союзе. Она и сейчас не бросала свое любимое дело. Фото и видео она создавала без проблем. В самолете она не сразу поняла, что происходит. Когда пожилой женщине стала ясна позиция Жанны, она просто взяла телефон и сняла все незаметно на камеру. Приехав домой, старушка выложила видео в сеть. На ее канале было достаточно подписчиков, так что снятая быстро разлетелась по сети. У Жанны не было никаких шансов. Она потеряла работу сразу. А все из-за ее отношения к людям. Не следовало ей кичиться своим положением. Кто хорошо возвышается, завтра может хорошо упасть носом в грязь.